Ну, пока день. Солнце светит, обдувает. Мы с мамой приехали в деревню на остров Кегостров. Это недалеко от Архангельска. Буквально 20 минут на теплоходе, но совершенно другой воздух. Простор. Теплоход это такой корабль. То есть, то, что мы здесь находимся, деревня, это остров. Он даже называется так. Кегостров. То есть, остров Кего. Там написано остров Кего. Я посмотрела в интернете, чтобы проверить, что это значит. Это значит, что остров, который легко разрушается. То есть, может легко разрушиться. Can be destroyed very easily. И это потому, что весной вода поднимается, правильно? Да, и размывается берега. Да, и остров становится меньше в размере весной. Вам подержи, пожалуйста, микрофон. Но сегодня очень хорошая погода. Да, у нас сегодня... На удивление, летняя совершенно погода. И мы, чтобы почувствовать кусочек лета, выехали вот сюда. В деревню. И на самом деле, для мая, чтобы температура была 27, сегодня плюс 27, плюс 28 градусов, это очень необычно. Но мы решили. Даже на реке, когда мы плыли на теплоходе, было очень тепло. Я очень удивилась, потому что даже летом бывает достаточно прохладно на реке. А сегодня было очень тепло. Мне кажется, мы привлекаем внимание местных жителей. А что мы знаем, мама, про этот остров? Что здесь было интересного? Мы знаем то, что здесь во время войны был военный аэродром. Ну и вообще здесь раньше был главный аэропорт. С 30-х по 60-е годы. До этого я так прочитала. Ну да, здесь был аэропорт. Здесь жили летчики. Вот, и это был достаточно развивающийся остров. А сейчас, к сожалению, выглядит всё очень грустно. Печально. Да, то есть, когда люди, иностранцы приезжают в Петербург или в Москву, какие ещё города люди смотрят? Казань, Нижний Новгород. Ну, в общем, большие города. Да, но люди мало знают, что такое настоящая деревня. И вот вы можете посмотреть, что такое настоящая деревня. Причём это деревня, которая находится очень близко к городу. Мама сказала, 20 минут. Мы только 20 минут ехали на корабле. И это так близко к городу, но совсем... Просто картины здесь совсем другие. Ну, хотя летом здесь будет много зелени, больше будет людей, будет обихожено, то есть более благоустроено. Люди сюда приезжают отдыхать, потому что и рядом с городом, и воздух уже совсем-совсем другой. Ну, воздух и зелень, это хорошо. Грустно то, что здесь всё очень... Я даже не знаю, как сказать, чтобы понятно было. Всё достаточно в плохом состоянии. То есть дома все старые, очень много мусора. Люди, я так понимаю, не хотят сделать красиво вокруг. Я не знаю, здесь люди живут в основном как на даче, или живут круглый год. Частично люди живут, да, здесь круглый год? Да, здесь люди живут. У меня был отсюда студент, он сейчас выпустился. Очень... Закончил... Да, колледж. Колледж закончил в прошлом году. Вот, очень был активный, любознательный молодой человек. Да, получал даже президентскую стипендию. Кстати, когда зимой здесь лёд, да, по реке люди ходят пешком, да? То есть из города, да, на остров и с острова в город люди ходят пешком по льду, по реке. Начиная с ноября, да, с декабря? Ну, смотря, в этом году очень поздно река встала. В декабре, в январе, в феврале, в марте. В начале января, наверное, открыли дорогу. Но эту дорогу, конечно, как сказать, открывают. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, может быть, пишите. Сейчас нас смотрят не так много человек. Люди будут... Все, наверное, отдыхают. Ну, да, суббота. Суббота тоже. Начало лета. Напишите в вашей стране, похожи ли деревни на то, что вы видите вот здесь. Вот сейчас можно встать вот здесь вот здесь. Ну, мама, тебя не слышно, если что, сейчас совсем. Напишите, похожи ли деревни в вашей стране на деревни в России. Ну, кстати, деревни на севере или деревни на юге, они, наверное... Отличаются. А чем отличаются? Ну, там, во-первых, дома каменные. Часто очень бывают уже, да. Нет деревянных домов? А вот у нас деревянные, одноэтажные. Вот можно вот здесь вот посмотреть домик. Мы сейчас вам тогда покажем домик. Подержи микрофон, пожалуйста. Давай. Вот как выглядит дом. Я так понимаю, он одноэтажный, правильно? Да. Одноэтажный дом. И вот наверху есть... А как называется наверху? Это чердак? Чердак мансарда. Мансарда. Ага. Вот забор здесь, дверь, да. И калитка. Ну, калитка, хорошо. Забор, да. И рядом здесь есть почтовый ящик. Там на березе птица. Гнездо, гнездо вороны, по-моему. Летом, я думаю, очень хорошо, потому что здесь... Это остров, и здесь река везде, вокруг. Да, воздух свежий, когда жарко, воздух все равно свежий. От реки. А мы сейчас, наверное, пойдем к причалу. Нам надо уже продвигаться. Да, у нас в 6.40. Чтобы мы не опоздали. В 6.40 у нас корабль. На корабль обратно. В город, в Архангельск. Так, мы сейчас покажем Северную Двину. Выйдем к ней нашу красавицу, Северную Двину. Северная Двина – это название реки, на которой стоит Архангельск. И Северная Двина впадает в Белое море. Да. Правильно? Да. Говорят, что Архангельск... Когда говорят, что Архангельск стоит на Белом море, это неправильно. Архангельск стоит на реке, которая называется Северная Двина. А на Белом море стоит другой город, который недалеко находится от Архангельска. Он называется Северодвинск. Да. Ну вот люди, вот сейчас вы видели, проехала... Мама, не видели? А, не видели. В общем, мимо нас проехала машина, которая везёт на колёсиках катер. И этот катер будут сейчас спускать на воду. И люди сами будут передвигаться по реке, когда им удобно не ждать рейсового теплохода. Ну да, если у кого-то есть свой транспорт, если у кого-то есть свой катер, то, конечно, можно ездить туда-обратно. А мы находим очень красивого домика. Покажи, Настя. Тут, конечно, уже домик охраняет собака. Собака, был слышен лай. Она тоже притихла. Беседка стоит. Осторожно, собака. Ну, собака. Собака там за забором, то есть она не рядом. Она не может выйти. Но люди просто услышали, что собака, и говорят, осторожно, там собака. Мама, там кто-то написал, что ты очень красивая, и что он подумал, что ты моя сестра. Очень я рада. Курортный город? Нет, это не курортный город. Это вообще не город, это деревня. Это деревня, которая находится недалеко от города, от моего города, от нашего города, где я родилась. Но сейчас я живу в Петербурге, но моя мама, мой папа, мой брат, они живут в Архангельске. И поэтому я сюда приезжаю. Иногда, и вот недалеко от города Архангельска, находится вот такое место, деревня. Красивая деревня. Такие мои деревни в Индии. Видимо, в Индии похожи. И надо сказать, вот посмотрите, Настя, покажи. У нас только-только начали распускаться листочки. Это благодаря вот сегодня солнечному дню. А так ещё не было даже листочков. Вот такая была погода. Но благодаря вот этому солнышку уже сейчас... Только сейчас? Только вот в эти... Да, но всё вот распустится. И травка уже зелёная появилась. И вот мы вышли уже к реке. Мама, ты знаешь, куда идти это? Да, направо. Ага. Это сейчас покажем. Вон там тоже красиво. Вот на берегу какие красивые домики. Там ёлка, сосна. Вот это-то сараи. Ну, это сараи. Это, наверное, вот здесь лодки, может быть. Как? А мы уже к причалу вот вышли. А вот там причал. Причал это то место, откуда отходит корабль, чтобы пойти... Чтобы поехать в город. И он, наверное, вот там вот идёт, да, наш? Да, вот на шоке. Вон там, если посмотреть, то видно. И вот люди идут, наверное, тоже поедут в город. Или, может быть... А, ну да, они даже с сумками. С сумками, конечно, да. Люди поедут в город, тоже возвращаются. Вот мы на причал вышли. Здесь-то вот уже... От воды становится свежо-свежо. А свежо-свежо, значит, чуть-чуть холодно, да? Нет, значит, хорошо. А холодно-это что, плохо? Холодно-это... Когда холодно, тогда... Да, достаточно. Не очень хорошо. Для всех холодно, это плохо. Для тех, кто из Индии, для них холодно-это хорошо. Вот такая река у нас полноводная. А что значит полноводная? Полноводная, это значит много воды. Не мелкая, а судоходная, еще тоже называется. Это что значит? То есть, значит, ходят по реке суда. А суда это? Это вот теплоходы, корабли, баржи. Очень много разных транспорт. Водный транспорт, да? Ой, там что-то люди кричат. Ну, молодежь. Веселиться. Ну, у них там машина или что-то они пытались двигать? Да, вот. Какая-то проблема там. Молодые люди решают. Сейчас покажу тогда причал еще. Причал, да. Но мы сейчас зайдем, наверное, на него. Ой, уже холодно. Да, это не река, это река. В самом деле, это река, который идет к широкому морю. Если вы посмотрите на карту, это будет не далеко от широкого моря, где Архангельск. Так, это огромный река. Город Оренбург? Да, я знаю. Мама, ты знаешь город Оренбург? Город Оренбург, знаю. Он находится, наверное, на реке Волге. Вот вертолет летит. Видите, какая экзотика. Разве это экзотика? Да, вертолет. Половичок вот здесь висит, домотканный. В общем, сейчас очень хорошая погода. От этого, от солнышка, очень хорошее настроение. Пойдем, не будем это показывать. А вот, вот лодку-то вот спускают. На воду. Не лодку, а катер. Не лодку, а катер. Не надо, вот. Я думаю, мы будем заканчивать. Скоро у нас уже будет теплоход. Река глубокая, да, туда. Там большие-большие корабли ходят, да? Да. Большие корабли могут ходить, поэтому. И здесь иногда мы купаемся тоже, вот летом приезжаем. Купаемся вот здесь рядом с причалом. Но и далеко заходить нельзя, потому что очень глубоко. Да, да, глубокая река. Спасибо за внимание всем тем, кто был с нами в прямом эфире, в этом лайв. Это было опять очень спонтанно, я не предупреждала. Если предупреждать людей заранее, то, конечно, людей будет больше. Люди будут знать, они могут планировать. А когда они предупреждают... Давай еще встанем на причал. Мы сейчас еще поближе... нашу красавицу северную. Ну, пока, как теплоход подходит. Значит, это вот очень любопытно. Но хочет показать, как подходит теплоход к реке. Сейчас я вам покажу. Уже сколько людей едет снова сюда. Вот так это выглядит. Вот там вот город уже видно. Ну, это не так хорошо видно, но вот большой мост, да. И вот здесь подходит теплоход. Настя, давай я скажу одну фразу. Как провожают теплоходы совсем не так, как поезда. Да, у нас была такая песня. Люди готовятся. Каждые два часа или даже каждый час вот этот теплоходик доставляет людей на остров и вывозит людей с острова. Ой, как здорово. Уже достаточно прохладно. Балхаш, это озеро Балхаш. Ну, я не знаю, почему называется этот катер. Где находится? Балхаш. Озеро Балхаш? Да. Надо посмотреть по карте. Звучит музыка. Люди с маленькими детьми едут. Тоже отдохнуть. Уже даже немножко качает, как будто бы ты уже на волнах. Вот люди выходят. Быстро-быстро, все торопятся. Все, будем заканчивать, да? Да, мы завершаем. Мы завершаем. До свидания. Спасибо. Спасибо за внимание. Мы надеемся, что было интересно. Конечно. Мы надеемся, что было интересно. Мы надеемся, что было интересно.